До недавнего времени на улице Революционной не было пешеходных дорожек, разрушались бордюры, постоянно подтапливало частные домовладения паводковыми и дождевыми водами. В этом году за счет средств местного бюджета будет уложено около 7 километров бордюрного камня и более 3 километров дорожного полотна. Здесь работают более 50 человек с разных организаций Губкинского городского округа. Специалисты автодора укладывают асфальт. Работники комбината благоустройства облагораживают газонные вдоль улицы Революционной. Основной объем работ выполняют строители ГОК-строя, который является генеральным подрядчиком и отвечает за выполнение муниципального заказа. Комплексные программы благоустройства предусматриваются и водоотведение, и устройство пешеходных дорожек, замена асфальтобетонных покрытий, то есть идет полный капитальный ремонт улицы. Нами большой объем работы сделан на водопропускном сооружении, внизу улицы Революционная, там постоянно людей подтапливало паводками, дождевыми водами, но надеемся, что с завершением этих работ эта проблема будет снята. С 10 июля планируется уже начинать укладку асфальтобетонного покрытия. Это пойдем от пути провода на микрорайон Лебеди и в сторону автостанции. На период проведения строительных работ для тех, кто спешит, лучше выбрать альтернативный объездной маршрут по улице Белгородской. Это временное неудобство. Однако, как заверил директор ООО ГОК-строя Александр Пытев, после завершения благоустройства улицы Революционной и для водителей, и для жителей пригородной части станет намного удобнее и комфортнее. Жители активно участвуют и помогают нам здесь. Вносят коррективы в проектную документацию по заездам, по водоотводным лоткам и по прочим моментам. Жители активно здесь участвуют. Вторую неделю работает бригада мастера МУП «Автодор» Людмила Сальник. И самым сложным и трудоемким участком она считает обустройство водоотводного лотка. Наша организация сделана тротуар, полностью сделан от магазина до поселка Лебеди, до поворота. Сделаны подъездные карманчики заезды в частные владения и готовится лоток водоотводной. И вот нужно покрыть его асфальтобетоном, сделать разуклоночку, чтобы вода сходила, чтобы никаких зазоров, ничего не было, чтобы вода не поднимала, не поднимался асфальт. Для коренных жителей этой улицы происходящие перемены – поистине революционный переворот в плане создания комфортной среды обитания. Я хочу сказать от жителей всего нашего поселения, что стало очень хорошо, потому что стало можно ходить в туфлях. Первое, сделали хорошо заезды для гаражей. Конечно, стало намного лучше. Желательно, я вижу, что и озеленение начинают делать, и я думаю, что будет еще лучше. Видно, что администрация работает и направлена все на социальные нужды людей, так можно сказать. Скажите, и, в общем-то, дети, наверное, ощутили? Появилось много детей на велосипедах, что раньше, две недели назад, еще этого не было. Крики детские стали слышны. Вот и все. Это лучше, чем гул машины. В середине августа планируется завершить все работы по благоустройству улицы Революционной. А это значит, что еще один уголок нашей территории станет красивым, чистым и уютным. А наша с вами задача, как жителей города, сохранять чистоту и порядок в нашем общем доме. Продолжение следует...